От чего зависит самочувствие человека? Что влияет на здоровье больше всего? Какие существуют секреты здорового питания, которые должен знать любой взрослый? Известно, что общее самочувствие напрямую зависит от состояния здоровья. Самое сильное влияние на здоровье имеет питание. Недаром существует поговорка «Мы то, что мы едим». Современный темп жизни, к большому сожалению, приводит к тому, что человек регулярно нарушает основные правила здорового питания. Но есть ряд правил, соблюдая которые есть возможность оздоровить свой организм. Что же это за правило? Вся информация, которая будет далее, основана не просто на наблюдениях, а на экспертных данных врачей-диетологов высокого класса из Всемирной Организации Здравоохранения. Самая первая рекомендация – важно употреблять разнообразную пищу, питание обязательно должно быть разнообразным. Приверженцы монодиет должны знать, что в мире не существует ни одного продукта, который способен обеспечить организм всеми необходимыми полезными веществами. Это не что иное, как утопия. В ходе различных исследований было доказано, что самый обычный картофель содержит в себе огромное количество витамина С, но при этом в его составе нет железа. В бобовых и хлебе железо содержится достаточно, но в них нет витамина С. Для того, чтобы поддерживать организм и насыщать его всем необходимым, существует простое и понятное правило. Есть в день хотя бы 5 продуктов растительного происхождения. Подбирать эти продукты можно совершенно самостоятельно, исходя из собственных предпочтений. Огурцы, помидоры, капуста или баклажаны, редис, болгарский перец. В общем, все, что нравится. Второе. Регулярно употреблять растительную клетчатку. Лидирующее место среди овощей по высокому содержанию клетчатки занимает всеми известная капуста. В топе самых полезных овощей капуста делит свое место только со свеклой. Отлично употреблять капусту и свеклу ежедневно, даже в небольших количествах. Полезная для организма капуста не только в свежем, но и квашеном виде. В ее составе присутствуют уникальные бифидобактерии, обладающие выраженными полезными свойствами для пищеварительного тракта. Следующая, третья рекомендация. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, необходимо принимать в день не менее 500 грамм овощей и фруктов. Важно отметить, что эти продукты должны быть местного производства. Соотношение в рационе должно быть 2 к 1. Соответственно, на 2 грамма овощей должен приходиться 1 грамм фруктов. Специалисты делают акцент на том, что употреблять желательно овощи и фрукты в свежем виде. Четвертое, обязательно употреблять молочные продукты или молоко. Различные виды сыров, кефиров и йогуртов. При этом рекомендуется делать кефир и йогурты на заквасках в домашних условиях. Так как в представленной на полках магазинов кисломолочной продукции пользы очень мало. Пятое, минимизировать присутствие в ежедневном рационе животных жиров. А вот количество растительного жира необходимо увеличить. Полностью исключает животные жиры крайность, которая не скажется положительно на состоянии здоровья. Животные жиры должны быть в рационе, но их количество должно быть в три раза меньше, нежели растительных. Источниками полезных растительных жиров являются растительное масло, а также орехи, самыми полезными из которых считаются грецкие. Если говорить о растительном масле, то самым полезным для организма считается лняное. Его состав богат полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, нормализующими липидный профиль, снижая холестерин, повышающими деятельность головного мозга и иммунной системы. Под запретом оказываются опасные трансжиры, присутствующие практически во всех кондитерских изделиях и полуфабрикатах, колбасах, сосисках. Следующий шестой пункт – употребление мяса. Мясо должно быть в рационе здорового человека. При этом предпочтение следует отдавать белым сортам – куриная или индюшиная грудинка. Красные сорта мяса исключить из рациона не нужно, но ограничить их в количествах в рационе желательно. Выбирая говядину или свинину, необходимо отдавать предпочтение нежирным видам. В отличие от мяса, жирная рыба полезна для организма. Сложно недооценивать важность белка для организма. Белок можно получать из белых видов мяса – рыбы, орехов, бобовых и молочных продуктов. Седьмое. Специалисты в сфере диетологии настоятельно не рекомендуют употреблять сахар, особенно рафинированный. Исключить из своего рациона необходимо сладкую выпечку и другие сладости, продающиеся на прилавках супермаркетов. Если вы не представляете себе чай или кофе без сахара, то в таком случае лучше заменить рафинированный белый сахар на нерафинированный тростниковый коричневый сахар. Восьмое. Соблюдение питьевого режима. Ежедневно необходимо выпивать порядка 2 литров чистой питьевой воды. В этот объем не должны включаться соки, чаи, кофе и супы. Начинать свой день нужно с одного стакана чистой и теплой воды. На протяжении всего дня необходимо выпить еще 8-10 стаканов. Девятое. Важно регулировать употребление соли. ВОЗ четко регламентирует, не более 5 грамм соли в сутки. При этом стоит упомянуть, что 80% от суточной нормы соли человек употребляет с обычными продуктами. Даже в хлебе есть соль. На сегодняшний день людей с недостатком соли в организме практически нет. Десятая рекомендация касается алкогольных напитков. Согласно данным исследований, проводимых Всемирной организацией здравоохранения, взрослый человек должен употреблять не более двух доз алкоголя в сутки. Под одной дозой подразумевается 10 грамм чистого спирта. Минимума в этом случае не предусмотрено. Если человек вообще не пьет алкоголь, это очень хорошо. Способ приготовления пищи очень важный момент. Готовить пищу рекомендуется без добавления масла, соли, жира или сахара. Больше принесут пользу для организма отварные блюда или приготовленные на пару. Что интересно, ВОЗ не против того, чтобы готовить пищу в микроволновой печи. Доказанных вредных воздействий на продукты при использовании микроволновки нет. Важно следить за своим здоровьем, не допуская как лишнего веса, так и его нехватки. Вес прежде всего зависит от типа питания, а уж затем от физической активности. Общая калорийность должна соблюдаться для того, чтобы не допустить развития сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.